Добрый день, уважаемые коллеги! Мы рады приветствовать вас на нашей телепередаче. И сегодня у нас телекурс, посвященный взаимоотношениям художникам и галереям. Эта передача будет посвящена галерейному бизнесу, точнее, как установить правильные взаимоотношения между людьми, занимающимися изобразительным творчеством и галереями. То есть, теми, кто это творчество презентует обществу и в конечном итоге покупателям. Если вы художник, вы, конечно же, хотите, чтобы о вас узнали, чтобы люди увидели ваши работы и захотели купить. Поэтому вам рано или поздно придется обращаться к владельцам различных галерей. Отношения с галеристами для художников настолько важны, что от того, как вы их построите, может зависеть вся ваша дальнейшая карьера. Поэтому, прежде чем впервые обратиться к владельцу галереи, у вас не должно быть представления о том, что вы хотите или что вы не хотите. Вы должны точно знать, как вести переговоры и обсуждать ваше желание в условиях делового художественного мира. Естественно, что отношения гораздо легче установить, если вы умеете говорить на языке галереи. И неплохая идея иметь при себе список наиболее существенных вопросов, которые вы хотите обсудить, если галерея примет ваши работы. И об этих вопросах, и об этих проблемах мы будем с вами говорить сегодня. Вопрос номер один. Как галерея собирается распоряжаться вашими работами? Организовывает ли галерея вам персональную выставку? Или выставку парную? Или выставку групповую? Или галерея хочет начать, взяв несколько ваших работ, на продажу? У каждой из этих возможностей свои преимущества и недостатки. Конечно, персональная выставка дает определенный престиж и почет. Но она связана также с огромной работой и постоянным давлением, с постоянным терпением. Подготовка к большой выставке требует времени и поистине геркулесовой энергии. Во-первых, вам придется пережить мучительный процесс отбора работ для экспозиции. А во многих случаях вам предстоит выдержать не менее мучительный процесс наблюдения за хранителем галереи или с куратором галереи, отбирающим ваши работы для показа. Затем необходимо будет убедиться, что все работы должны образом оформлены, озаглавлены, подписаны, оценены и ваши авторские права соблюдены. Что сделаны объявления, списки адресов, пресс-релизы, и все это требует времени и внимания. И, конечно, в случае персонального показа вы становитесь невероятно уязвимы. Это ваши работы выставлены в галереи, и только ваши. И критика идет только в ваш адрес. Парная выставка также представляет собой определенные трудности. А именно, например, согласны ли вы выставляться с другим художником, который выберет галерея, или вы хотите оставить за собой право отказаться от показа с кем-то, чьи работы вам не нравятся. Помните, что иногда у хранителя галереи или куратора галереи может быть странное понятие о том, как комбинировать работы двух авторов. Подобная комбинация может вас огорчить. Вам может показаться, что работы другого художника обесценивают ваши. При этом то же самое другой художник может чувствовать и по отношению к вашим работам. Некоторые художники думают, что парная выставка лучше, независимо от качества работ другого художника, а другие предпочитают подождать. Например, художник Лев Стил отказывается принимать участие в любой групповой выставке, потому что он считает, что работа художника в таком случае не видна. Он называл такие показы овощную рагу. Все в перемешку, без определенного видимого или чувственного впечатления. Если галерея не устраивает вам выставку в данный момент, а хочет взять несколько работ на продажу, следует обсудить, где она собирается их хранить. В запасниках, где коллекционер не сможет добраться до нее без помощи в персоналах. Или в фондах галереи, где коллекционер сможет увидеть ее. Или на скользящих панелях, где они, по крайней мере, висят, но не так часто видны и не в полном объеме. Или некоторые из них окажутся на стене, в раме, где они наиболее видны, они наиболее доступны, а значит и наиболее продаваемы. Помните, если вы не хотите неприятных сюрпризов, связанных с тем, как галерея обращается с вашими работами, вам нужно обсудить все перечисленные выше возможности, как только галерея согласится иметь с вами дело. Следующий вопрос звучит так. С какими вашими работами будет иметь галерея? Выполненные в одном жанре, в одном стиле, или во всех, или в нескольких? Хотите ли вы эксклюзивного соглашения с галереей? Вот еще один из вопросов. Многие художники работают в более чем одном жанре, и вам следует знать, с какими именно будет иметь дело галерея. Если вы художник или гравер, и галерея выставляет ваши гравюры или эстампы, хочет ли она также иметь дело и с вашими живописными работами? Если галерея берет ваши текущие работы, включаются ли туда и совсем новые? Если галерея соглашается взять только ваши акварели, понимает ли она, что вы имеете право найти другую галерею, которая возьмет, скажем, ваши масляные работы? Тот факт, что галерея соглашается иметь дело с некоторыми из ваших работ, не означает, что у нее есть права на все. Иногда, начав с вами сотрудничать, она действительно хочет иметь эксклюзивное право на ваши работы, то есть быть, например, единственной галереей, допустим, в Москве и Санкт-Петербурге, выставляющей ваши гравюры или масляные работы. Для некоторых художников это звучит чудесно. У слова «эксклюзив» волшебное звучание. Некоторые могут подумать, легче иметь дело с одной галереей, чем с пятью, так почему бы не согласиться? Однако, эксклюзив имеет для художника и свои недостатки. Будьте осторожны, подписывая любой эксклюзивный контракт, пока не обдумываете всевозможные последствия и не посоветуясь с другими художниками и юристом. Безусловно, подобный контракт может ограничить потенциал ваших продаж. Одного из художников попросили подписать контракт, согласно которому галерея получала комиссионные от каждой работы, покидавшей студию и мастерскую. Даже если это был подарок на Рождество, галерея хотела получить аналогичную работу или комиссионные с подаренной картиной наличными. В соответствии с целями и задачами подобного рога контрактов, это давало галерею право на совместное владение всеми другими работами. Эсклюзивы особенно невыгодны для художников, делающих гравюры и эстампы, тем более если их количество велико. Почему, например, одна галерея должна иметь в собственности все ваши гравюры и эстампы и продавать из них только 10 в год, когда вы можете иметь в своем распоряжении 6-7 галерей, торгующих вашими оттисками одновременно. Если вы подписываете эксклюзивный контракт с галереей, последняя должна, по крайней мере, гарантировать вам какие-то действия. Например, купить несколько ваших работ или обеспечить определенное количество продаж в месяц или выплатить вам деньги аванса в счет будущих продаж. Не накладывайте ограничения на использование ваших работ на долгое время, не получая чего-то взамен. Если вы не уверены в надобности эксклюзива, вы можете согласиться на пробный период в 2-3 месяца. В конце, если действия галереи были непродуктивны, вы можете провести повторные переговоры. Это вовсе не означает полный отказ от эксклюзива. Это может просто означать, что вы хотите определенных письменных гарантий. Вы доказали свои намерения соглашившись на испытательный срок. Пусть галерея докажет свои, обеспечив некоторые гарантии. Следующий вопрос звучит следующий. Как долго галерея собирается иметь с вами дело? Продолжительность любого соглашения или контракта является одной из основных его переменных. Когда галерея соглашается представлять ваши работы, вы должны знать, как долго продлится это соглашение. Если галерея устраивает вам выставку, продолжит ли она представлять ваши работы и после показа? Зависит ли это продолжительность от продаж? При каких обстоятельствах галерея расторгает соглашения? При каких это может сделать лично вы? Если галерея вносит изменения в собственность, имеете ли вы право расторгнуть контракт по своему желанию? Другой вопрос звучит, купит ли галерея что-то из ваших работ? Многие художники думают, что галереи только продают работы коллекционерам и не знают, что они также покупают их у художников напрямую. Галереи обычно не предлагают купить ваши творения, но в принципе, если вы попросите купить у вас пару-тройку работ, особенно это касается гравюр и других тиражируемых работ, как акт доброй воли, многие из них действительно помогут что-то приобрести, позволив вам иметь деньги вперед, авансом. Итак, как только галерея согласилась вести ваши дела и выставлять ваши работы, вы можете не согласиться на предложение оставить все на продажу. Сделав это, будет уже поздно говорить. Ну а как насчет, чтобы купить что-нибудь прямо сейчас? Покупая у вас работы, галерея скорее продаст их коллекционеру. Многие упорно проталкивают купленные работы, чем оставленные на продажу. Покупая у вас работу, галерея может ожидать большей скидки. Скажем, обычно галерея получает 30% комиссионных. То есть от работы, проданной коллекционеру за 100 долларов, галерея удержит 30, а даст вам 70. Но она же даст вам всего лишь 50 долларов с тем же, чтобы получить 50, продав ее позднее коллекционеру. Художникам часто приходится делать 60% скидку на большую в несколько тысяч долларов предпокупочную продажу. Есть моменты, когда особенно важно предложить галереи купить ваши работы, когда они, например, недороги. У одного художника была серия кукол по очень умеренной цене, всего за 6 долларов. И она не хотела выставлять их на продажу, потому что затраченное время на пересылку и на счетов за эту, и всю бумажную волокиту не стоит этих 6 долларов. Но человек хочет за эти работы деньги сразу и думает, что галерея заплатит эти деньги сразу. Я также думаю, что оставлять множество гравюр и стампов на продажу не самая лучшая идея. Если, например, у вас серия из 50 гравюр и галерея просит вас отставить более 5 из них на продажу, с вашей стороны было бы глупо поступать так. Вы вынимаете слишком много из них из обращения без какой-либо гарантии, что они продадутся. Если галерея хочет более чем 5 гравюр из небольшой партии, пусть купит несколько сразу или возьмет одну-две на продажу и даст вам знать, когда потребуется еще. Так у вас, по крайней мере, будет возможность продавать их где-то еще. Имейте в виду, я не предлагаю вам требовать от галереи купить у вас сразу же какие-то из ваших работ. Во-первых, многие просто не могут себе этого позволить, потому как сами стоят на очень шаткой финансовой почве. Но предложите это галереи, потому что она сама это не сделает. Стоит только выговорить предложение, как насчет того, чтобы купить у меня парочку работ, и вы обнаружите, что многие охотно идут на это. Помните также, чем больше вы показываете, тем настойчивее вам следует предлагать купить у галереи что-нибудь. Ведь за потраченное на показ время вы должны хоть что-нибудь получить. Зачем приходить в очередной раз эту пытку показа, особенно если это не государственная частная галерея, без какой-либо гарантии и денег. И последнее. Хотя есть определенные случаи, когда вам нужно, чтобы галерея купила некоторые из ваших работ, есть и другие, когда вам нужно быть осторожными, иначе последняя купит их слишком много. Некоторые галереи, например, предложат купить все основные работы, планируя убрать их на некоторое время, пока они не подорожают. Скажем, 20 лет назад вы продали много из ваших работ в галерею номер 1. А через 10 лет назад у вас новая выставка в галерею номер 2. И эта вторая выставка вполне успешна. Замечательные изотзывы, много продаж и так далее. И из-за нынешнего успеха галерея номер 1 решает выставить ваши работы, которые она купила 20 лет назад, желая выиграть на этом. И она просит гораздо большие деньги за эти ранние работы, чем она заплатила вам. Вы, мягко скажем, не хотите, чтобы с вашими работами обошлись подобным образом. Поэтому будьте осторожны и не продайте галереи слишком много ваших работ. Помните, если вы продаете значительное количество ваших работ галереи, а затем ссоритесь с галереей и покидаете ее, вы оставляете свои творения в руках противника. Следующий вопрос, который вам необходимо задать, каков комиссионный процент у галереи? Хотя комиссионные галереи – один из основных моментов, о которых художнику и дилеру необходимо договариваться, многие художники забывают обсудить его на первой встрече. Разные галереи берут разный процент. 30%, 40% или даже 50%. Следует выяснить это, прежде чем оставить свою работу. В принципе, этот процент должен быть включен и в список вашей квитанции продаж. Только тогда у вас будет представление о том, сколько вы заработаете от продажи. И только имея письменное соглашение о комиссионных, вы можете предотвратить попытки галереи поднять процент без вашего согласия. Помните, что комиссионные могут варьироваться в зависимости от цены вашей работы. Например, вы можете настоять на том, что галерея берет 50% от работ до $3,000, но только 40% от работ за $3,000 до $8,000 и 30% от работ дороже $8,000. Также помните, что комиссионные могут варьироваться в зависимости от содержания сделки. Поэтому нужно знать комиссионный процент галереи на все случаи. Включая организационные лекции, призы и награды, двойные комиссии, когда галерея организовывает для другой галереи показ ваших работ, продажу и использование авторских прав, любую другую работу для художника, связанную с комиссионными. Следующий вопрос такой. Когда галерея заплатит вам за проданные работы? У разных галереи свой график выплат. Если от одной галереи, продающей ваши работы, вы можете ожидать, что она заплатит вам сразу, то другие заплатят в конце каждого месяца или в конце последующего месяца. Я предпочитаю вам рекомендовать получать деньги сразу по продаже, особенно если это крупная работа. Скажем, например, галерея продает вашу работу за $2,000 3 января. Однако, согласно политике галереи, она выплачивает своим художникам в конце следующего месяца. В этом случае вам придется подождать почти 2 месяца до конца февраля, чтобы получить свои деньги. Если вы обсудите эти вопросы с самого начала ваших отношений, вы можете договориться с галереей о том, что с крупных покупок, скажем, больше 700 долларов, она выплачивает вам деньги сразу. Хочет ли галерея дать вашу работу коллекционеру на прокат? Это следующий вопрос. Для галереи стало обычной практикой давать на прокат работы, которые они выставляют. Например, заинтересованный в крупной сделке коллекционер может взять ее на 3 месяца, чтобы посмотреть, насколько он с ней живется, прежде чем принять окончательное решение купить ее. Или корпорация, которая хочет иметь на своих стенах живописные полотна, но при этом менять их каждые 6 месяцев. Она также может брать работу на прокат из определенной галереи. В том, чтобы давать свои работы на прокат для художника, есть свои преимущества, так как это дает дополнительный доход и возможность выставляться. Ведь за те полгода, в течение которых корпорация берет вашу работу на прокат, ее увидят сотни, если не тысячи людей. Но вам следует с самого начала обговорить с галереей, хотите ли вы, чтобы вашу работу брали на прокат. Одновременно не мешало бы выяснить прокатные ставки галереи, долю вашу долю в них, и когда вам заплатят вашу долю. Обычно это происходит в течение 30 дней с момента получения галереи оплаты за прокат. В случае, если коллекционер решит купить работу, собирается ли галерея включить оплату за прокат в цену покупки? Тоже вопрос. А также, кто отвечает за сохранность работы во время проката? Галерея, прокатчик или вы? Не соглашайтесь на прокатную политику, которая делает вас ответственным за хранение работы. Цена страховки на время проката может уменьшить ваш заработок от него, настолько, что сделает это мероприятие совершенно для вас невыгодным. Следующий вопрос такой. Будет ли галерея продавать ваши работы в рассрочку? Чтобы обеспечить покупку коллекционеру, галерея может позволить ему купить картину в рассрочку. И в этом нет ничего плохого. Вы сами иногда можете продавать работы в рассрочку непосредственно с вашей мастерской. Однако, следует обсудить детали условия рассрочки. Должна ли галерея получать ваши согласия на длительные рассрочки? Если одна из ваших работ продается вовремя, когда вам заплатят? И вопрос также. Если коллекционер оказывается неплатежеспособным, кто отвечает за кредитный риск? Вы или галерея? Дальше вопрос. Соглашается ли галерея на то, чтобы, что пока последний взнос не оплачен, вы, в принципе, все еще законный владелец работы? Дальше тоже интересный вопрос. Какова политика галереи в отношении скидок? Иногда галерея может попросить вашего согласия на скидки. Например, если интерьерный дизайнер покупает картину для одного из своих клиентов, он, как посредник, ожидает получить на нее скидку. Обычно 20%. Другими словами, он покупает картину со скидкой, а потом продает своему клиенту за полную стоимость. Но кто платит за скидку дизайнеру? Его 20% изымают из вашей части дохода или галереи, или это делится между вами? Как правило, скидка должна отниматься от комиссии галереи. Следующий вопрос звучит. Как отнесется галерея к непосредственной продаже из мастерской, начав иметь с вами дело? Вот где сложный вопрос. Непосредственные продажи из мастерской зачастую становятся предметом споров между художниками и галереями. После того, как галереи согласились иметь с вами дело, вы можете продолжать продавать работы друзьям, родственникам и предыдущим заказчикам без участия галереи. Ваше нежелание платить галереи процент от продаж, в которые она не принимала прямого участия, понятно. Пока вы не подписали эксклюзивный контракт, вы все еще имеете право на прямые продажи из мастерских без выплаты процентов галереи. Если у вас же эксклюзивный контракт, вы можете обсудить особые случаи студийных продаж, в которых галерея не сыграла никакой роли. Например, договориться о более низких комиссионных для продаж из мастерской, чем из галереи. Скажем, 20% вместо 40%. Или попросить разрешение осуществлять ограниченное количество продаж в течение года без выплаты комиссионных. Как только это количество превышается, галерея имеет право на полные комиссионные с любой дополнительной студийной продажи или с продажей из мастерской. Таким образом, вы по-прежнему сможете обеспечивать друзей и родственников своими работами, не платя комиссионные, и в то же время не соперничать с вашей галереей. Следующий вопрос такой. Хотите ли вы, чтобы владелец галереи или арт-дилер посетил вашу мастерскую и увидел полный спектр ваших работ? Если арт-дилер собирается серьезно иметь дело с вашими работами, ему нужно знать их. Он должен быть во всеоружии, чтобы отвечать на вопросы коллекционера, а для этого нужно знать вашу историю, ваши стили, ваши инструменты, ваши этапы творческого процесса и так далее. Лучшим способом все это осуществить для арт-дилера может стать посещение вашей мастерской. Поэтому, когда согласие иметь с вами дело от галереи уже получено, не лишним будет предложить арт-дилеру посетить вашу мастерскую. Некоторые пойдут на это сразу и с радостью, некоторые согласятся под легким нажимом, а кто-то сразу откажется. Но важно спросить. Следующий вопрос у нас такой. Разрешит ли галерея использовать контракт по припродаже, если вы пожелаете? Есть такой интересный случай. В 1958 году Роберт Раушенберг продал одну из картин коллекционеру за 900 долларов. На аукционе в 1973 году коллекционер перепродал эту же работу за 85 тысяч долларов. Согласно репортажу в Times после аукциона, разъяренный Раушенберг подошел к коллекционеру и сказал, «Я отсидел свою задницу за работой, чтобы вы получили всю эту прибыль». Позднее Раушенберг заявил в прессе, «С этого момента я хочу иметь право первенства на все перепродажи, и я ее получу». То, чего требовал Раушенберг, стало с этих пор одним из самых горячо обсуждаемых вопросов, как на международной художественной сцене, то есть право перепродажи или авторские гонорары с каждого повторного воспроизведения. За последние годы художники по понятным причинам недовольны тем, что когда их ранние работы поднимаются в цене, только коллекционеры и арт-дилеры получают прибыль, и художники начали практиковать контракты по перепродаже, то есть когда бы они не продавали свою работу коллекционеру, такие контракты нацелены на то, чтобы дать художнику. Первое. 15% от каждого увлечения в цене работы при ее перепродаже. Учет владельца работы в данное время. Право иметь работу без внесения изменений владельцам. И право быть информированным, когда работа выставляется. Право на показ работы каждые 5 лет на 2 месяца без затрат для владельца. Право давать консультацию в случае необходимости реставрации. И половину любого дохода от проката работы в случае такового. А также все права репродукции и воспроизведения. Преимущества таких контрактов выходят за пределы только денежных вопросов. Они позволят вам поддерживать связь с вашей работой до конца жизни. Например, если коллекционер позднее перепродаст одну из ваших работ, то по контракту вы должны получить имя и адрес нового владельца. Как сказал однажды адвокат, впервые за 5000 лет художники получат, наконец, возможность знать, где находятся их работы. Так называемая поповинная связь между художником и его творением не будет разорвана. Во многом подобный контракт отдает дань вашей работе. Он подтверждает, что покупка художественного произведения отличается от покупки посудомоечной машины или телевизора. Такие контракты, говорил Рошенберг, это один из первых шагов к тому, чтобы законно позволить художнику быть гражданином первого класса и защищенным самостоятельным бизнесменом. Если вы решили использовать такой контракт, обсудите этот вопрос с вашей галереей. Многие из них не будут от него в восторге. Предварительно ознакомьтесь со всеми за и против, чтобы объяснить ваши убеждения арт-дилерам и потенциальным заказчикам. Будьте во всеоружии. Скажите, например, коллекционеру, который колеблется, что контракт обеспечивает его определенной защитой и приносит выгоду. Он предполагает, что вы художник, представите ему источник работы, которую он получает, то есть исторический документ, который подтверждает работу и детали ее истории. Вы можете также рассказать сомневающемуся арт-дилеру или заказчику, что подобные контракты по перепродаже уже десятилетиями эффективно действуют во многих европейских странах. Или указать на то, что, например, в США законы об авторских правах дают писателям, композиторам, драматургам право получать гонорар за коммерческое использование их работ и что контракт по перепродаже дает сходные права и художникам. Вы можете также согласиться отдавать в ваши галереи комиссионные с подобного гонорара, когда арт-дилер будет иметь экономический стимул использовать данный контракт. Вам следует заранее знать основные аргументы, чтобы использовать их. Следующий вопрос такой. Имеет ли право галерея защищать ваши права, то есть право на упоминание? Если вы авторизируете ваши работы, а я думаю, что все художники должны это делать, вам следует поставить галерею в известность, что вы хотите защиты ваших авторских прав. Если, например, галерея воспроизводит один из ваших образов в рекламных целях, в рекламных роликах, рекламных слайдах, рекламных объявлениях, эта репродукция должна включать примечания о ваших авторских правах. Если галерея продает одну из ваших работ коллекционеру, она должна объяснить ему, что он покупает работу, но не права на репродукцию данной работы. Права на репродукцию могут стоить целое состояние, поэтому нужно быть уверенным, что галерея понимает вашу политику в отношении авторских прав. Одновременно убедитесь, что галерея понимает ваше право на признание, то есть на то, что ваше имя должно быть вместе с вашей работой на любой репродукции, а также в любом случае упоминающим вашу работу. Следующий вопрос. Следующий. У нас звучит так. Предоставит ли вам галерея имена и адреса людей, которые покупают у нее ваши работы? Заинтересованный коллекционер – очень-очень важная персона в вашей жизни. Большинство коллекционеров будет заинтересовано в дальнейшем сотрудничестве. Они будут заинтересованы в вашем прогрессе, в ваших новых направлениях. И купив однажды вашу работу, они заинтересованы в том, чтобы купить и другую. Может быть, не сразу, может даже не через год, но через 2-3 года спустя этот коллекционер вернется. Поэтому имена и адреса ваших коллекционеров для вас на вес золота. Это ваш вклад в будущие продажи. Но иногда, продав коллекционеру вашу работу, галерея весьма неохотно дает о нем сведения. Часто вы можете услышать. Ну, если я раскрою вам его имя, вы пригласите его в свою мастерскую и продадите работу напрямую, и я не получу комиссионных. Кроме того, я не собираюсь давать вам адрес, потому что на самом деле коллекционер покупал не вашу работу, он просто купил то, что я ему порекомендовал. Он у меня в кармане. Когда вас не будет в этой галерее, я продам ему работы другого художника, потому что это мой коллекционер, говорит вам галерист. Если арт-диллер дает вам такой нелепый ответ, вам нужно верить его, что пока он работает с вами, вы никогда не продадите работу коллекционера без оплаты галереи ее комиссионных. Напомните ему, что когда у вас будет показ в его галерее, вы вышлите ему ваш личный список адресов, что позволит сотням людей посетить галерею, а значит попасть и в его список. Также спросите его, что случится, если галерея закроется, а это происходит в галерейном бизнесе с тревожащей скоростью. Также, как вы получите хоть малейшее представление о том, что купил вашу работу коллекционер именно у этой галереи. Если вам нужен доступ к одной из проданных работ, скажем, для ретроспективы, как вы узнаете, у кого она? Я считаю, что галерея обязана предоставлять вам имена и адреса коллекционеров. Если вы думаете так же, то поднимите этот вопрос сразу же, как только она согласится иметь с вами дело. Есть ли у вас право забирать работу из галереи в течение года? Если вы оставили работу галереи на продажу, вы можете по каким-то причинам захотеть забрать ее позднее. Нужно знать, как отреагирует на это ваша галерея. Существует, конечно, много ситуаций, когда вам нужно забрать работу из галереи. Может быть, чтобы отдать ее на фестиваль или другую выставку. А также, может быть, для того, чтобы просто в свою мастерскую, для своего удовольствия. Но вам следует знать, как к этому отнесется галерея. Некоторые могут заставить вас подписать контракт, по которому галерея возвращает вам работы на 30-дневный срок. Если вы не забираете работу до определенного времени, галерея получает вашу работу в распоряжении. Но не все галереи подпишут соглашение, согласно которому вы можете забрать любую работу, оставленную на продажу в 30-дневный срок. Поэтому обсудите этот вопрос прежде, чем подписывать что-либо. Каким образом вы можете забрать несколько или все работы из галереи? Как каждый из вас может расторгнуть соглашение? Не позволяйте арт-дилеру принимать за вас важные решения. Следующий вопрос у нас такой. Может ли галерея помочь с транспортировкой работ? Если галерея согласилась иметь с вами дело с вашими картинами, и многие из них большого размера, то нужно выяснить, кто будет платить за транспортировку, вы или галерея. Или будете оплачивать счета по очереди. Скажем, галерея согласилась взять ваши гравюры, которые действительно неплохо продаются, и каждую неделю звонит с просьбой о новой поставке. Кто отвечает за упаковку и транспортировку гравюр? Должна ли галерея забрать их из мастерской? Или вы должны бросить все и доставить их сами? Застрахованы ли работы, если галерея ответственна за доставку? Другой пример. Галерея продает одну из ваших работ коллекционеру. Согласна ли она оплатить расходы по ее доставке? Или она включит транспортные расходы в его счет? Перевозка работ может стать причиной как больших затрат, так и крупных стычек. Поэтому следует заранее выяснить, кто из вас отвечает за транспортировку работ в галерею и из нее. Не забудьте это обсудить с арт-дилером. Следующий вопрос. Согласна ли галерея с вашим прайс-листом? Оценка ваших работ может обернуться хлопотным делом. Но независимо от этого, хорошо запомните одну вещь. Вы владеете работой. И только вы вправе назвать ее цену. Да, галерея может посоветовать вам, какая цена соответствует вашей работе. И, конечно, она может вообще отказаться иметь с вами дело, если не согласна с вашими ценами. И вы не желаете их изменить. Но вы создатель работы. И если хотите держать цену под контролем, то дайте галереи об этом знать. Следующий вопрос у нас такой. Как будут делиться расходы на обрамление вашей работы? Действительно, обрамление ваших работ может значительно усложнить вопрос цены. И вам следует обсудить это с арт-дилером. Кто платит за рамы, за багет? Заплатит ли галерея за рамы вперед или вычтит это затем из вашей доли продаж? Если для вашего показа галерея платит за рамы, то кто становится их владельцем после этого? Если галерея действительно платит за оформление, имеете ли вы право на эстетический контроль? То есть контроль над выбором рамы, ее цвета, покрытия и так далее. Если вы платите за раму, получают ли галереи комиссионные и с рамы, и с работы, или только с работы? Ну а следующий вопрос. Как галереи относятся к возвратам и изменениям? Предположим, что коллекционер покупает у галереи вашу работу, и та выплачивает вам вашу долю. Несколько месяцев спустя коллекционер хочет вернуть ее. Вернет ли галерея ему деньги, и если так, попросит ли она вас вернуть вашу часть? Если галерея не возвращает коллекционеру деньги, но предлагает ему поменять работу, должен ли он выбрать одну из ваших работ, или это может быть работа любого другого художника из галереи? И если коллекционер действительно поменяет вашу работу на работу другого художника, попросит ли галерея вас вернуть вашу долю? Очевидно, что вы должны обсудить политику галереи по таким важным вопросам заранее. Следующий вопрос у нас звучит. Хотите ли вы дать галереи какой-то совет? Хотите ли вы, чтобы какие-то из ваших работ по-особому хранились, выставлялись или переносились? Некоторые работы требуют особой заботы, и не всегда можно ожидать, что галерея знает об этих особенностях. Если, например, одна из ваших работ перевозится в разобранном виде, вы должны вложить подробную инструкцию о том, как она должна быть собрана. Или если некоторые из ваших работ не должны находиться под прямым солнечным светом, дайте арт-дилеру об этом знать. Не забудьте, что согласно законам о продаже, именно галерея ответственна за потерю, кражу или повреждение работы, покатав ее распоряжение. Поэтому объясните галереи, каким образом лучше всего ухаживать за вашими работами, требующими особого внимания. Выясните без колебаний способность галереи предотвратить любой вред и кражу, а также ее способность покоить расходы. Если, например, у галереи система сигнализации, а если у галереи огнетушителей, какова средняя температура в галерее, есть ли какие-то влажные участки и какова сумма страховки, на какую рыночную стоимость будут застрахованы работы, кто определяет ценность поврежденной работы. Вопрос следующий. Кто выбирает реставратора, если работа будет повреждена, и кто становится владельцем поврежденной работы, если она не может быть восстановлена. Следующий вопрос у нас такой. Если галерея предлагает вам выставку, определяет ли она точную дату? Кто выбирает работы для показа и когда? Кто оформляет выставку? Мы говорим уже о работе куратора. В какой части галереи вы будете выставляться? Выставка повлечет за собой принятие тысячи решений, выполнение тысячи заданий. Если вы собираетесь как можно более профессионально и эффективно принимать эти решения и выполнять все приготовления в срок, в первую очередь вы должны точно знать, когда будет проводиться ваша выставка. Если галерея предлагает вам проведение выставки, получите письменное подтверждение дат ее открытия и закрытия, а также часы работы галереи во время работы выставки. Выясните, когда необходимо переправить работы в галерею и в какой день после выставки работы вернут. Узнайте, есть ли у выставки другие крайние сроки, например, для предоставления резюме, фотографии и так далее. Или особые требования, ограничения на размер или вес работ. Двери галереи могут быть меньше ваших работ. Выясните также, кто отбирает работы для выставки. Конечно, в каждом случае может быть по-разному, но в целом это должна быть ваша совместная работа с галеристом. Когда у художника проходит та или иная персональная выставка, большинство, включенные в показ картин, бывают в большей или меньшей степени автопортретами. И они, художники, настаивают на включение той или иной работы, которая является автопортретом. На мой взгляд, данные работы каким-то образом комментируют и объясняют остальные работы. Без нее, как кажется художником, без автопортретов выставка была бы неполной. Обсудите эти вопросы с арт-дилером. Предположим, в январе он соглашается сделать вам выставку в следующем декабре и также отбирает несколько предварительных работ. За 11 месяцев может многое произойти. Что случится, если одна из отобранных работ будет продана за это время? Позводит ли галерея выставлять проданную работу? Хотите ли вы выставлять проданную работу? И как быть, если в течение 11 месяцев вы начинаете работать в новом стиле? Отнесется ли галерея с уважением к вашему художественному росту и внесет изменения или захочет выставлять только предшествующий стиль? Конечно, вам нужно, по крайней мере, выслушать комментарии и предположения вашего арт-дилера. Будьте открыты и гибки, идите на компромисс. Но помните, что когда все сказано и сделано, последнее слово за вами, за художником. В конце концов, это ваше имя, ваше произведение, и вы не обязаны выставлять работы, которые вы не хотите показывать. Выясните отношение арт-дилеру к вашему участию в оформлении показа. Сможете ли вы, например, советовать, насколько высоко или низко от пола должны висеть ваши работы, если это важно для их эстетического восприятия? Повесит ли галереист определенные работы рядом, если это нужно? И где будут выставлены работы? Зачастую у галереи бывает больше одной комнаты. Вы думаете, что вам выделено главное место, и только в последний момент узнаете, что вы зажаты в одной из дальних комнат. Возможно, это устраивало бы вас с самого начала, но если вы не хотите неприятных сюрпризов, выясните как можно больше заранее. Обеспечат ли галереи перегородки, витрины, стенды и другое оборудование бесплатно? Будут ли там чистые стены, цветное освещение, читаемые точные подписи? Будет ли ваше имя на стене галереи или на окне? Только на подписях картинам. Горит ли в галерее свет и ночью, чтобы позволить прохожим, то есть потенциальным покупателям, увидеть ваши работы? Будут ли только один прайс-лист на галерею или их стопка для того, чтобы коллекционер мог взять с собой несколько экземпляров? Будут ли во время показа ваши невыставляемые работы храниться в запасниках? И будут ли их фотографии и слайды доступны галереи? Есть ли в галерее проектор для подобных слайдов? Кто платит за эти фотографии и слайды? Есть ли галерея, то останетесь ли вы, тем не менее, владельцев негативов? Предлагается ли во время показа гостевая книга для записи перспективных покупателей с вашим резюме и фотографией? Кто платит за подготовку и распечатку ваших резюме? Упомянет ли галерея во время показа ваши будущие выставки в музеях, в культурных центрах или других галереях, чтобы продемонстрировать востребованность ваших работ? Организует ли и оплатит ли прием фуршет на открытие выставки? Если да, то обеспечит ли галерея цветы, еду, вино, развлечения, музыку, артистов и так далее? Или обеспечит ли галерея дополнительные меры безопасности? Разрешит ли она, по вашему желанию, устроить частную вечеринку в галерее во время показа? Например, небольшой коктейль-прием для 10-20 коллекционеров. Если да, как она будет проводиться? Потребует ли такая вечеринка отдельного открытия изменений в страховке? Помните, организуя выставку и оставляя работу на продажу, вы обеспечиваете галерею товаром. И вы имеете право знать, что дает вам галерея взамен. Уважаемые коллеги, наша передача постепенно подходит к концу. Сегодня мы с вами говорили о галерейном бизнесе, о взаимоотношениях художника и галереи. В России галерейный бизнес только начинает развиваться. Все больше и больше открывается все новых галерей. Например, в Москве уже работают больше 300 галерей. Все больше галерей открывается в Санкт-Петербурге. И регионы постепенно догоняют столицы. Мы желаем всем творческим людям, которые работают в сфере изобразительного искусства, установление грамотных, профессиональных отношений между художником и галеристом. Это о том, о чем мы сегодня говорили на наших курсах и на нашей передаче. Желаемся вам всем удачи. За дополнительной информацией обращайтесь на наш сайт www.artmanager.ru или пишите нам по адресу www.artmanager.ru Всего доброго, до свидания, до новых встреч на наших телекурсах. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»